Это Пульс Дня. Мы продолжаем выпуск. На связи со мной профессор истории университета Мэнфиса Андрей Знаменский. Андрей, приветствую вас. Здравствуйте, добрый день, все слушатели, зрители, приветствую. Я бы хотел с вами вернуться к теме Верховного Суда. В частности, демократы хотят увеличить количество судей в Верховном Суде. Еще в прошлом году президент Джо Байден подписал указ о создании комиссии по реформированию суда. Эта комиссия должна была работать полгода. Как вы понимаете, полгода уже прошло, результатов мы так и не увидели. Что хотят демократы? Я, честно говоря, плохо представляю, как это возможно, чтобы одним указом или принятием в Конгрессе поменять или добавить судей. Как вы это видите? Ну, эта комиссия была создана, и главная цель этой комиссии, по мнению левых радикальных элементов Демократической партии, была увеличить количество Верховного Суда с 9 до 15 человек. Какова цель была? Упаковать, как они говорили, вот этот старый Верховный Суд своими левыми членами, которые будут принимать решения в пользу демократов. Комиссия была создана в апреле, она, кстати, хочу поправку сделать, завершила свою работу, это произошло буквально неделю назад, и, к счастью, эта комиссия сказала, что мы приходим к выводу, что увеличение членов Верховного Суда до 15 человек нецелесообразно. И это было, в общем-то, большим ударом по левому крылу Демократической партии. Почему? Потому что считалось, что все пройдет гладко и будет принято в пользу левого крыла. Причем на своей предвыборной платформе Байден делал заявление, что он будет поддерживать работу этой комиссии в пользу левого крыла Демократической партии. Тогда что пошло не так? В чем нецелесообразность, Андрей? Зарплату не могут платить судьям или что? Нет, прошло не так. Почему? Потому что члены этой комиссии, которые, кстати, были назначены Байденом, там были умеренные левые члены, но большинство пришло к выводу, что в конце концов это против них может обернуться, когда республиканцы опять будут контролировать и Сенат, и Палату представителей. Ведь, Артем, понимаете, в чем дело здесь заключается? Чтобы увеличить количество членов Верховного суда, нужно и Палата представителей проголосовать большинством голосов за это. Да, сегодня, скажем, по факту есть у демократов преимущество в Палате представителей. Но не факт, что это пройдет в Сенате, потому что в Сенате у них есть совершенно небольшое преимущество, только за счет голоса вице-президента. А если, предположим, подумали вот эти члены демократической партии, на ноябрьских выборах они терпят поражение, то все это против них может потом обернуться. А если в 2024 году они теряют президентство, а ведь кто назначает верховных судей? Верховных судей назначает президент. А если президентом будет республиканец, да при контроле в обеих палат американского конгресса, тогда будут опять проходить консервативные судьи. И поэтому они почесали за ухом и сказали, нам это не нужно. Но я повторяю, на левом крыле эта идея постоянно будируется. Почему? Потому что считается, поскольку судьи сидят в верховном суде пожизненно, то если левым в один удар удастся назначить своих людей туда, так они будут пожизненно там и сидеть. Любой президент, или крат, или республиканец, они рассматривают верховный суд как возможность назначить туда своих людей. Так было и особенно это получило популярность со времен Франклинда Лано и Рузвельта. Это постоянная была борьба. Но суть-то вот в чем заключается. То, что люди сидят там пожизненно. И через это удается перебивать политический контроль другой партии. Скажем, если Трамп сейчас назначил своих судей, вот было три назначения он провел, будем говорить, от условной консервативной судей, три человека, то они сидят пожизненно там. Но если демократы удается им назначить своих судей, они тоже там пожизненно сидят. То есть это, в конце концов, работает в долговременной перспективе на пользу самой американской системы. Ведь если мы будем движения какими-то краткосрочными целями, то тогда в перспективе мы потеряем. А таким образом система задумана, чтобы она балансировала себя. Например, если президент будет республиканцем, то представители демократов в Верховном суде, они будут это как бы балансировать. И наоборот. И еще, Артем, интересная вещь. Ученые заметили, что даже те консерваторы, которые назначались, вот скажем, Бушем, Рейганом, по шести времени, они дрейфовали влево. Ученые из журнала «Экономист» провели исследование, и они обратили внимание, что да, действительно, те адвокаты, юристы, юридические эксперты, которых республиканцы назначали в Верховный суд, некоторые из них дрейфовали влево. И знаете, с чем это связано? Это связано, как раз, видимо, с тем, что вот пожизненное пребывание у власти, несменяемость этих судей, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, у человека появляются какие-то желания решить социальные проблемы. Это чисто такое человеческое чувство. Психологически. Психологически многие суды становятся на, я не скажу, на левой позиции, но сдвигаются к центру. Андрей, а вот в истории были прецеденты, когда расширялось количество, увеличивалось количество в Верховном суде судей, я имею в виду, или у нас всегда их было 9? Это было так. До 1869 года количество судей по решению Конгресса увеличилось, с 5 даже до 10 было увеличено. Но потом приняли решение после Гражданской войны, Конгресс принял акт, он назывался Judicial Act, это судебный акт, такое простое название, где обе палаты к американскому Конгрессу пришли к выводу, что раз навсегда и окончательно, как они там говорили, нам надо установить количество членов Верховного суда. И вот в соответствии с этим законом, 1869 года установили количество членов Верховного суда из 9 человек. Ведь понимаете, какая вещь, Конституция, которая упоминает Верховный суд, она не говорит конкретно, сколько их должно быть, этих судей. То есть формально, да, Конгресс может изменить сегодня, там, завтра, когда решит это нужно. Но вот именно этот акт в юридической и законодательной практике решили обе палаты представителей и обе партии уважать, начиная с 1869 года. Это стало такой незыбанной традицией, которую нельзя нарушать. Ее один человек пытался оттем разрушить, это Франклин Далано Рузен, который ненавидел Верховный суд, потому что они признали незаконными его реформы времен нового курса. И тогда он стал им угрожать, поскольку тогда демократы имели преимущество. Не только в Белом доме он был демократ-президент, а тогда, в 30-е годы, демократы контролировали и палату представителей, и сенат. И тогда он стал раздавать угрозы открытые. Если вы не признаете мои реформы, я тогда увеличу количество членов Верховного суда до 15 человек. Но тогда даже многие демократы сказали, ты перешел к красную черту. Тогда были такие демократы. Они говорили, что ты можешь убить систему сдержек противоречивства. И тогда Рузен отступил. Андрей, спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был профессор истории университета Мэмфиса Андрей Знаменский. Таким был этот день, как его увидели мы в редакции программы, сразу после Юрия Ростова, моя коллега Наталья Быстрицкая с Паскриптумом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова